Вакцинация сегодня задача номер один во всем мире и Россия не исключение. Мнение о прививках несметное количество, однако далеко не каждому стоит прислушиваться. Это программа интервью в студии Ксения Танасийчук. Сегодня с нами на связи человек, который безусловно заслуживает уважения и чему мнению можно доверять. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нитесов. Сергей Викторович, здравствуйте. Сейчас в России четыре вакцины. Спутник Ви, Эпивак, Ковивак и Спутник Лайт. Главный вопрос у населения. Какую вакцину выбрать, какая лучше? Ну, вакцины на самом деле три, просто у Спутника есть два варианта. Один вариант для тех людей, которые не переболели, это Спутник Ви. И один вариант для тех, кто переболел и кто уже имеет антитела. Это Спутник Лайт. Надо сказать, что Спутник сейчас, вообще говоря, самая такая, что ли, подтвержденная по своим свойствам российская вакцина. Потому что по ее свойствам есть публикации, две публикации во всемирно известном журнале Ланцет. Этот журнал является вторым по цитируемости общемедицинским журналом мира. Он существует почти 200 лет, и это очень авторитетный журнал. Но кроме того, для Спутника есть еще одно подтверждение независимой его эффективности. Это исследование независимой группы так называемых сомневающихся добровольцев. Эти исследования не опубликованы в Ланцете, они приведены в канале Телеграм этой группы. И надо сказать, что они практически полностью, ну, с ошибкой, конечно, так сказать, статистической, повторяют выводы статьи в Ланцете. И именно это сейчас является важным. Вот это подтверждение этих данных. Более того, вакцину Спутник Ви сейчас используют в целом ряде стран, где ведутся независимые клинические исследования добровольцев третьей фазы. И там тоже подтверждаются те результаты оценки свойств вакцины Спутник Ви, которые сделали и сами авторы. Это Аргентина, это, соответственно, Венгрия, это сейчас уже Бразилия начала делать, целый ряд других стран. Так что вот я считаю, что Спутником можно спокойно совершенно прививаться, но надо иметь в виду то, что у нее все-таки есть поствакцинальные реакции. Эти поствакцинальные реакции, они есть и у таких же векторных вакцин, как Астрозеника, такие же, как Джонсон и Джонсон, и такие же, как китайская Кансина. Это просто свойства векторных вакцин. Но дело в том, что иммунитет после таких вакцин сильный и прочный. Так что я лично считаю, что с этой вакциной можно спокойно совершенно работать, можно прививаться. Что касается вакцины Covivac, то эта вакцина цельноверенная, инактивированная и разработанная по очень такой устоявшейся технологии. Тем более, что ее разработал центр имени Чумакова, который с начала 60-х годов разрабатывает и производит целый ряд вакцин, в том числе их экспортирует. В частности, самые знаменитые вакцины, это вакцина против полиэмиэлита. Эта вакцина до сих пор поставляется в целый ряд стран, и, наверное, это единственная российская вакцина, которая сейчас в мире используется. Так что у этого центра просто есть десятилетиями наработанный авторитет, хотя испытания третьей фазы у них начались только в мае месяце. Что же касается вакцины Epivac Corona, то пока ее эффективность не подтверждена результатами клинических испытаний третьей фазы. Они идут еще, но никаких результатов не опубликовано в научной печати. Вот такова на сегодняшний момент ситуация с российскими вакцинами. А какая вакцина больше подходит для пожилых, хронических больных? Вы знаете, дело в том, что я бы сначала хотел сказать следующее. Вот смертность от ковида в районе 4%. Смертности от вакцины нет. И вот это главное, на что должны люди принять внимание. Теперь, что касается вакцины для пожилых людей. Как ни удивительно, но исследование вот этих самых независимых и сомневающихся добровольцев показано, что пожилые люди гораздо легче переносят вакцинацию спутникам, чем молодые. Это связано с тем, что вакцина построена на основе аденовирусов 26 и 5 серотипов. И с этими аденовирусами пожилое население уже на 90 процентов встречалось. Поэтому у них и постфациональные реакции очень низкие. Поэтому я бы на месте пожилого населения, а я сам тоже не очень молодой, мне 68 лет, я бы выбрал вакцину все-таки спутник. Ну и когда будут данные опубликованы по эффективности кови-вак, я бы вот на второе место поставил бы эту вакцину. А у какого препарата меньше побочных реакций после вакцинации? Понимаете, если вы уколитесь физиологическим раствором, у вас вообще не будет побочных реакций. Ну и защищать он вас не будет. Поэтому имейте в виду, что главное – это защитный эффект. А побочные реакции – это один день ломоты. Ну вы знаете, если этого бояться, ну тогда я не знаю, тогда ни одна вакцина не подойдет. Сергей Викторович, и все-таки можно сказать, что какой-то из препаратов более эффективен и дает более стойкий иммунный ответ? Я лично не верю в газетные публикации. Я жду научной публикации по результатам испытаний. И такая научная публикация, и не одна, их две, есть пока только в отношении вакцины «Спутник Ви». В Россию на регистрацию поданы документы иностранных вакцин от коронавируса. Вот как вы лично к этому относитесь? В мире на сегодняшний день уже поставлено, не поверите, 3 миллиарда 300 миллионов в период. Из них доля «Спутника» – это порядка 1%. Так что в мире, вообще говоря, вакцин много, они производятся в очень больших масштабах, и ведущие там вакцины – это МРНК-вакцины компаний Pfizer и Moderna. На втором месте, по, скажем так, по потреблению, стоят вакцины инактивированные китайского производства и вакцины векторные, аналогичные по свойствам, но не тождественные нашему «Спутнику Ви». Это вакцина «Астразенека» и вакцина компании «Джонсон и Джинс». Поэтому вот что есть на мировом рынке и что производится сотнями миллионов доз. Некоторые люди захотят дождаться появления у нас в стране импортных препаратов. Стоит ли это делать? Можно ждать сколько угодно. Меньше чем три месяца регистрация времени не займет. Это первое. Второе – эти вакцины нашему государству придется покупать. И я не думаю, что они будут предоставлены населению бесплатно. Вакцины будут стоить вот эти, которые к нам завезут, я думаю, в районе 30-40 долларов за дозу. Если люди хотят ждать и платить эти деньги, они, конечно, могут ждать. Но дело в том, что вероятность подхватить тот же самый ковид весьма высока. И они могут дождаться того, не прививаясь сознательно в наши вакцины, того, что они заразятся смертностью 4%. Сергей Викторович, спасибо. О вакцинах от коронавируса мы говорили сегодня. Это программа «Интервью» в студии Ксения Танасичук. До встречи в эфире.